приветствую вас дамы и господа подписчики моего канала у меня очередная удачная можно так сказать покупка это поддержанный смартфон microsoft lumia 950 цена покупки всего 60 евро и надо сказать за эти деньги смартфон действительно неплох в хорошем состоянии с коробочкой даже гарантия осталось несколько месяцев свое время в конце 2015 года когда был опубликован этот смартфон у нас финляндии цена была около 600 евро и всего за два с небольшим года вот что мы имеем всего 10 процентов от настоящей цены многие уже задавали мне вопросы зачем я покупаю этот неликвид и делаю на него обзоры если это уже мало кому нужно но во первых это так сказать мое хобби во вторых это может быть некоторым то и интересно кто рассматривает поддержанный вариант бывшего топового сегмента ну и в третьих это действительно доступные варианты для меня которые я могу взять относительно недорого и даже продать по адекватной цене после нескольких недель или месяцев ну да ладно перейдем к самому смартфону сделаем символическую распаковку надо сказать что я более недели пользовался уже этим смартфоном просто все сложил обратно в коробку так вот как мы видим хорошая коробочка толстый картон достаточно широкая на по размерам открываем и вот так бы нам все представлялось если бы мы купили смартфон и новым то есть у нас отдельно лоток где у нас находится зарядник и кабель синхронизации то есть все это сложено но я конечно так как на заводе сложить уже не умею так вот у нас отдельно здесь кабель синхронизации то есть у нас юсб 3.1 type-c версии 1.0 почему так потому что зарядник у нас имеет свой шнур который не отстегивается и при том надо отметить что зарядник здесь действительно мощный 5 вольт 3 амперы понимаете то есть 15 ватт зарядник и поэтому у нас отдельно получается кабель синхронизации при том надо сказать кабеля действительно здесь добротные то есть они широкие толстые такие прочные поэтому с этим здесь все хорошо вот давайте отложим весь картон в сторонку ну и собственно говоря сам смартфон отдельно в лотке тут у нас инструкции гарантия и так далее вот сам смартфон ну конечно это якобы якобы топовый сегмент от microsoft то есть как вы знаете от microsoft были такие смартфоны как люмия 550 650 вот в среднем сегменте например я тоже делал обзоры и на них у меня на канале есть видео ссылочки будут в описании если кому интересно ну и вот это якобы якобы топовый сегмент но конечно на топ он немножко как-то вот ну не очень-то тянет потому что все таки задняя пластиковая крышка ну да конечно можно сказать он якобы для работы не для понтов но все таки вот как-то такое ощущение что немножко то он все таки и бюджетный кажется так вот весом он 150 грамм толщина корпуса 8,2 миллиметра давайте откроем заглянем под крышечку так крышечка у нас снимается вот здесь вот то есть такая же система крышечки как и на многих люмиях которые были еще и от nokia а надо сказать что microsoft действительно унаследовала много что от nokia и люмия но по сути дела это одно и то же просто microsoft выкупила у nokia подразделение мобильных устройств вот у нас аккумулятор съемный на 3000 миллиампер часов у нас здесь слот для наносим карточки ну и сюда же вставляется micro sd карточка вот то есть так все это сделано у нас как вы мы видим такая вот большая камера но это у нас просто вокруг нее ободок такой большой на самом деле сам-то модуль не такой уж и большой сзади у нас один динамик всего один динамик в этом смартфоне но имеется ввиду который громкий здесь то у нас обычный наушник и видите вспышка вспышка здесь rgb то есть три светодиода вот ну сам корпус то есть у нас поддержка без проволочной зарядки вот и так далее естественно есть крышечка кстати меняется это кстати плюс что да если например треснет задняя крышка то ее можно просто купить новой вот да кстати задняя камера действительно неплохая камера то есть если говорить про камеру то этот смартфон был бы идеален для тех людей которые любят что-то фотографировать снимать видео видео поддерживается аж разрешение 4 кей то есть 2160 пи со скоростью кадров 30 кадров в секунду вот то есть это действительно неплохо пур виру зейс оптика и так далее в общем все как надо все как надо спереди у нас фронталка на 5 мегапикселей тут у нас куча датчиков есть у нас также сканер радужной оболочки глаза про него еще поговорим вот ну естественно везде есть микрофоны здесь по моему четыре микрофона то есть сзади есть микрофон там спереди микрофон и так далее то есть звук кстати немножко все таки при записи видео я заметил он какой-то плосковатый все таки естественно поддержка сетей gsm 3g 4g аж до 300 мегабит в секунду давайте я его включу сейчас пока он загружается расскажу вам про экран экран конечно как вы видите пачкается достаточно быстро у меня к тому же жирные пальцы вот но разрешение экрана здесь 1440 на 2560 пикселей это действительно внушительно было особенно если учитывать 2015 год тогда не каждый смартфон мог этим похвастать хотя конечно да такие смартфоны например как lg g3 по моему там было тоже такое же разрешение то есть 5,2 дюйма естественно поддержка мультитач amoled экран сам по себе ну и поддержка также clear black то есть когда смартфон в ждущем режиме и мы при так привет притрагиваемся к экрану то нам он наверняка показывает там часы там время погоду и так далее вот у нас кстати в начинке шестиядерный процессор для меня это достаточно редкая тема то есть шестиядерный процессор quelcom snapdragon конкретно версия msm 8992 то есть у нас четыре ядра с базовой частотой 1,4 гигагерц и два ядра дополнительных с базовой частотой 1,8 гигагерц это действительно для меня как говорится новый чипсет хотя он уже не новый но тем не менее я с таким еще не связывался и у нас графическая подсистема adreno 418 такая достаточно ну не слишком то она и мощная но тем не менее на тот день она была хоть что-то 3 гигабайта оперативной памяти и кстати могу показать вам результат бенчмарка antutu если это интересно про производительность раз уж заговорили так вот я сделал бенчмарк у нас antutu кстати здесь все работает очень быстро то есть система достаточно быстро работает никаких нареканий нет посмотрим что у нас по бенчмарку покажет 32 гигабайта кстати флеш накопитель этого должно хватать почти всем при том можно расширить до 256 гигабайт можно поставить micro sd карточку вот кстати результаты бенчмарка antutu версия 6.0.5 но это бета-версия конечно но около 73 тысяч ну надо сказать на сегодняшний день не каждый смартфон среднего ценового сегмента может сравниться с такими показателями ну примерно это вот сейчас средний сегмент я бы его так назвал но уже прошло два с половиной года можно так сказать так вот про камеры я уже сказал что задняя камера действительно неплохая кстати full hd записывает видео со скоростью 60 кадров в секунду после обновления это тоже действительно неплохо вот мы видим эти часы на экране то есть они в ждущем режиме не так много и потребляют аккумулятора как это можно подумать спасибо экрану амолед вот ну и конечно же у нас вай фай bluetooth 4.1 gps глонасс nfc радиоприемник даже есть фмский и у нас снизу расположен разъем usb type-c у нас естественно есть отдельно кнопочка для камеры то есть она нажимается как до упора так и краткое нажатие то есть такая двухуровневая кнопка включения выключения качелька громкости ну и разъем для наушников то есть базовые такие опции вот и естественно у нас есть здесь сканер оболочки глаза то есть это действительно интересная штука здесь нет сканера отпечатков пальцев давайте я вам покажу как это все работает то есть берем мы сам смартфон и хотим его разблокировать сейчас он сейчас смотрит на камеру я нажимаю кнопку включения и начинает работать сканер то есть сейчас он ищет мое лицо точнее мои глаза и если я сейчас посмотрю на экран смартфона то он меня распознает и разблокируется вот давайте сейчас я уберу его чуть подальше и вот так все я посмотрел просто на экран смартфона и он разблокировал мне сам смартфон то есть это действительно удобная функция она по идее даже работает с очками но не всегда также я заметил что например на улице когда например мороз эта функция работает очень плохо но в помещении эта функция работает всегда то есть ни одного ошибочного срабатывания даже если я как бы пытаюсь какую-то там исказить рожу и так далее все равно он находит глаза если я конечно закрою глаза тогда он меня уже не распознает это понятно то есть я должен видеть смартфон смартфон должен видеть меня но это действительно интересная функция то есть я сейчас вот например разблокировал он ищет меня в камере естественно меня там нет но вот здесь я уже есть так ну вот он правда видит не меня а камеру то есть я как бы смотрю немножко сбоку получается за камерой если смотреть без всяких препятствий то есть если у вас между вами и смартфоном нет никаких других предметов то все работает гораздо лучше вот то есть это действительно функция мне понравилось то есть да в этом есть плюс в этом есть что-то ну и конечно здесь есть поддержка контину то есть по идее данный смартфон при помощи дополнительной приставки которая подключается через юсби вот этот вот порт можно расширить так сказать вывести картинку на экран то есть работать как на обычном персональном компьютере то есть данный агрегат будет работать как системный блок ну естественно такой микросистемный блок это тоже плюс до в офисах таким пользовались но увы я такой приставки не нашел точнее она стоила более 100 евро и покупали ее относительно не все интересная функция надо сказать да но она конечно опять же то есть приставку нужно с собой всегда брать и система здесь отнюдь не настоящий windows а все-таки нужно понимать что это windows 10 мобайл про нее еще поговорим про систему то так вот ну что вот действительно касается системы то что да система здесь windows 10 с одной стороны да есть плюсы то есть это якобы у нас есть официальный офис то есть уже не нужно покупать никаких приложений word excel все работает вот у нас якобы много системных там приложений которые windows и как есть так и есть то есть все вроде интуитивно но естественно свой маркет то есть обычные windows приложения здесь не работают это нужно понимать то есть это windows 10 мобайл и так как это microsoft store развивалась очень плохо и сейчас она практически не развивается то там очень мало выбора как говорится приложений долгое время там не было даже никакой альтернативы инстаграмму тому же например то есть там очень мало приложений тех же самых браузеров здесь практически ну как таковых очень мало там 1 2 и обчелся то есть приходится пользоваться тем же самым microsoft edge он же самый ну как сказать обновленный explorer я бы его так назвал ну да может кто-то со мной не согласится то есть системой конечно есть проблемы то есть есть здесь баги есть здесь такие баги которые как бы ну они уже пофиксены то есть их исправили люди но тем не менее я сам встречал что иногда приложение просто как говорится зависает какие-то там непонятные действия выполняются и я например разблокировал экран но приложение но как бы ну как сказать не отвечает никак я опять заблокировал смартфон опять разблокировал уже все работает ну как так я не могу понять и то же самое было у меня в 550 лиме ну то есть некоторые приложения вот они такие какие-то корявые вот ну да ладно в целом конечно нареканий нету но например для игр и мультимедийных приложений этот смартфон не подойдет почему-то просто здесь нету так как таковых очень мало точнее игр то есть действительно если вы хотите чтобы в вашем маркете было много приложений это не ваш выбор то есть здесь microsoft store и там что-то есть что-то нету и в основном там чего-то нету то есть вот так примерно вот ну а теперь давайте подведем итоги и поговорим про плюсы и минусы данного смартфона стоит ли его рассматривать к покупке подержанными или нет но в моем случае то есть цена это плюс то есть действительно я бы рассматривал этот смартфон вот как сейчас 60 70 80 евро к покупке до однозначно потому что все таки это бывший топ и люди за него в свое время отдавали большие деньги сейчас он практически можно сказать халявный это конечно плюс камера здесь тоже очень хорошая я вам покажу сейчас примеры видеосъемки ну и также увидите картинки ну и вот так выглядит видео заснятое главной камерой в разрешении full hd как видите картинка действительно четкая можно даже немного зазумить зум работает хорошо быстро но понятное дело я что он цифровой то есть картинки здесь как вы видите очень неплохие то есть я бы советовал этот смартфон для тех людей кто кому важно качество фотографий кому и кого интересует вот эта вот вспышка трехсветодиодная то есть она действительно работает как надо ну и видео такие же получаются неплохие к плюсам также нужно отнести экран то есть он большого разрешения очень яркий хорошие углы обзора то есть никаких нареканий у меня к экрану нету работает как надо ну и конечно же этот самый сканер радужной оболочки глаза который разблокирует сам смартфон он действительно меня очень интересует то есть это действительно хорошая тема как говорится мне она нравится ну и памяти здесь тоже должно хватать всем потому что windows по идее 10 мобайл работает даже на одном гигабайте оперативной памяти а здесь их даже три и флеш накопитель 32 гигабайта я думаю ну хватит многим если не хватит поставите просто micro sd карточку и там можно сказать до 256 это просто вообще шикарно производительность относительно времени тоже как как говорится в свое время этот смартфон был производительным то есть не такой уж он неплохой я я бы его так не стал бы хаять и съемный аккумулятор задняя крышка заменяется это тоже к плюсам можно отнести но к минусам я уже говорил что система так себе windows 10 она практически сейчас не развивается microsoft ее забросила и как вы видите в приложениях действительно здесь есть проблемы то есть например вот видите у меня сейчас язык якобы русский то есть у меня например здесь видно что карты там у меня здесь видно что камера кстати камера тоже вот здесь написано люди здесь например написано уже на финском потому что я в свое время попользовался этим смартфоном с финской языком и потом поменял на русский но почему приложение это так коряво перевелись почему здесь по-русски вот часть часть потом вот идет уже по-финский почему так сделано потом эти приложения скачиваются заново и потом все работает уже нормально но почему сделано именно вот так я не понимаю почему эти приложения нельзя было просто перевести, почему их нужно заново скачивать на другом языке, это, конечно, криво как-то сделано. То есть я просто хочу поменять язык, и мне приходится все эти приложения заново обновлять. То есть они просто обновляются, и потом меняется вот это вот название. Это, конечно, коряво сделано. Мало приложений, я уже говорил, мало игр. То есть относительно игр здесь выбора вообще мало. Ну и цена на момент выпуска. Это тоже как бы минус, но сейчас об этом можно уже, как говорится, забыть. Потом они очень быстро подешевели, там потом Вам уже докладывали в комплект вам Lumia 550, чтобы ее хоть кто-то тоже, как говорится, брал. То есть ее просто бесплатно докладывали в свое время. И что касается динамика, динамик только один, он только сзади. Если смартфон вот так держать на столе, то, естественно, звук уже приглушается. Ну и внешний вид, как говорится, на любителя. То есть пластик, конечно, это не такой уж и топовый сегмент. Ну да ладно, как говорится, кто как сделал, поэтому судить не нам. Ну, естественно, что сканер радужной оболочки, он иногда работает, иногда нет. Это тоже можно, как говорится, отнести к небольшим, но минусам. Но он мне нравится. В целом, конечно, смартфон сам мне понравился. То есть это действительно то, что я хотел давно, давно хотел поиграть таким смартфоном, попользоваться. И мне это удалось. То есть вот я уже чуть больше недели ходил с этим смартфоном. В целом, пользоваться можно. И я думаю, что да, там некоторые приложения еще даже обновляются. Но будущего у Windows Mobile, конечно, ну нет практически, можно сейчас сказать. На этом я говорю вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!